Прошедшей ночью компьютерно-сетевые жулики дотянулись своими грязными ручонками едва ли не для священного, для россиян института героев этой страны. Недавно мы рассказывали о том, как мошенники взломали в соцсетях страничку ЛДПРовского депутата Госдумы от Свердловщины. И его устами слезно и срочно просили взаимообразно накидать ему денег на спасение жизни сына, попавшего в ДТП и лежащего сейчас на операционном столе. А сегодня, точнехонько также, повторяя схему в мельчайших деталях, поступили с инстаграмной страничкой пилота уральских авиалиний Дамира Юсупова. Если кто последние пару лет провел отшельником глубоко в горах или высоко в тайге, то этим гражданам мы расскажем, а остальным напомним, что командир воздушного судна Дамир Юсупов и его второй пилот Георгий Мурзин стали героями России после того, как 15 августа 2019-го, спустя три минуты после взлета аэробуса А321 с подмосковного аэродрома Жуковский, посадили его на брюхо на кукурузное поле в пяти километрах от взлетной полосы, из-за отказа обоих двигателей, которые вывела из строя стая чаек. Спасли таким образом 233 жизни, включая свои. Так вот, Екатеринбургский блогер Илья Будкевич, он же Voxpop66, пишет в своем живом журнале. В 2 часа 4 минуты ночи. Совсем недавно, час назад, мошенники взломали аккаунт Героя России летчика Дамира Юсупова и умоляют в сообщениях выслать денег на банковскую карту. В справке, в кавычках, маму, в кавычках, Дамира величает Юсупова НЮ, хотя на самом деле ее зовут Манзеля Абдулхаевна. Конец цитаты. Сценарий все тот же. Якобы бедная женщина, почему-то в городе Москве, а не в Сызране, где она живет, была сбита машиной. Водитель, как всегда, сбежал, а деньги срочно нужны, опять же, как всегда, не на саму операцию, она бесплатная, а на титановую пластину, вживляемую в кости черепа. Сумма, которой не хватало на этот раз, 350 тысяч рублей. Для пущей убедительности жулики сляпали даже типа медицинский документ из московской больницы номер один, подписав его «Выписка с больницы», что выдает некоторый южно-русский и украинский «говорок», и даже якобы паспорт самого Дамира. Деньги следовало переводить, причем срочно, ночью, на указанный номер карты, который изменился спустя 15 минут после первого варианта. Тот же Илья Абуткевич предложил, цитата, «владельцев этих карт не мешало бы накол посадить». Ночью Илья безуспешно пытался дозвониться до героя России, выслал ему на почту скриншоты, а утром разговор все же состоялся, еще цитата. Дозвонился до Дамира, он, конечно, в расстроенных чувствах и не знает, что сейчас можно предпринять. Он не может зайти в свой аккаунт, так как там все поменяли. Конец всех, цитат.